Ну вот и пришло время заканчивать эту эпопею. Это замыкающее видео из цикла про новый тотем. Если вы не смотрели предыдущие части, то в описании я оставил порядок, в котором вам следует это сделать. Приятного просмотра. Все, наконец-то работенка по моему профилю. Реанимируем старую просроченную краску. Она уже успела расслоиться на составляющей и на взгляд прям ну очень густая. Разбавляем ее white spirit. Зачем, собственно, я так и не сказал. Я вообще ничего не сказал. Мы так-то тотем разрисовывать собрались и это типа наша грунтовка. Покрасим весь столб этой краской, а потом уже будем смотреть, как на все это ляжет аэрозоль, будет ли держаться акрилом. Это все очень интересно. Вообще, этой краской Рамыч себе гараж красил, а ее вон еще сколько осталось. Не пропадать же добру. Как классно вынести работу на свежий воздух. О том и все в гараже, да в гараже. Хотя даже на улице при работе с этой краской можно не кисло улететь. Воняет мощно. Да и один хер густая очень. Фактурит конкретно. Какой смысл был настолько зашлифовывать поверхность, если все это скроется за такой густотой. Но не будем торопиться с выводами. Возможно, на этом получится как-то сыграть. Но подразбавить все-таки стоит. А то даже наносить получается очень затруднительно. Вот другое дело. Как подсохнет, посмотрим. Сейчас пока ничего сказать не могу. А вот эту деталь вы еще не видели. Это пьедестал, на котором будет крепиться череп. Сделан чисто под него. Помимо того, что он позволит зафиксировать черепушку, вдобавок он дает нам плюс 30 сантиметров в высоту. А это лишним никогда не бывает. Закатываю его этой же краской. Гладкость поверхности этого элемента не в приоритете. Пока этим можно пренебречь. Но вот где важно оставить все как есть, так это здесь. Поэтому не скупимся и заливаем бошку грунтовкой из банки. Сначала легенький первый слой. Пусть деревяшка впитает все, что ей нужно. Залив с первого раза наглухо чреват подтеками. Поэтому накидываем легкий слой и уже минут через 15 добиваем второй. Вот так правильно. На следующий день грунтовочка полностью высохла и пришло время приступить к покраске. Пора определить основные цвета. Я выбрал голубой, как главный цвет черепа. Схватив банку, я понял, что что-то я совсем не подготовился к столь ответственному занятию. Кэпа какая-то убитая, плюется краской. Да и перчаточки не помешают. Надо выбрать какую-нибудь почище и не совсем тонкую. Вот это подойдет. Нормально. Короче, голубой будет. Вот это будет синий, это будет голубой. А биохазард, вырезки, ноздри, оранжевые. Зубы, да, еще и зубы точно. Короче, сейчас главное в пару слоев закатать. Голубым. И вообще то, что я описал, это далеко не конечный вариант раскраски. В дальнейшем не обойдется без фишечек. А пока главное нанести первый ровненький слой. Без подтеков и капель. Тут работает тот же принцип, что и с грунтовкой. Первый слой легенький, а уже последующими стараемся укрыть всю нужную площадь без пробелов. Ну все, пока первый слой так оставим, потом накидаю еще побольше. У нас прошел дождик. Сейчас надо второй слой покрывать. Че, Ромыч, накормил семью? Да, лучше, голубой. Подошло? Неплохо. Блин, а че еще нужно? Покрас и мясцо. Милое дело. Это халапеньо? Нет, болгар. Не из халапеньо хоть вкуснуйте. Я улетаю с этого. Не хочу. Слишком жестко. Ммм, прелесть. Насытый желудок, оно как-то поприятнее. И красочка ровнее ложится. Ну все, вроде закатан полностью. Здесь какие-то щели. Но вот глаза точно забьются акрилом. Ноздри забьются акрилом. Ну, такие вещи тоже. Внутри яночка здесь. Между зубов. Ну нельзя просто так взять и прекратить подкрашивать. Ладно, пусть сохнет. Я уже обозначил, что рога будут другого цвета. Да, это так. Синие. И чтобы не зафоршмачить уже готовый голубой, нужно прибегнуть кое-каким ограничителем. Я как бы не стал заморачиваться и просто взял и отрезал. Наху я вам это рассказываю? Вы так все видите. Стык цветов будет нечетким. Ну и ладно. Потом все можно будет подправить кисточкой. Я посчитал, что синий будет хорошо смотреться вместе с голубым. Напоминаю, что я доливаю свои последние банки. И хорошо, что остались хоть какие-то близкие по палитре цвета. Мы обязательно добавим кислоты во всю эту историю. Но в данном случае хочу, чтобы основные цвета смотрелись гармонично. Так, черепушка закончена. Теперь вкатываем чопик приблизительно таким же цветом. Да не приблизительно, а точно таким же. Эта деталь будет находиться снизу черепа. И тогда у нас получается, что голубой основняк находится четко посередине синих элементов. Завершаем грубую покрасочную работу и отправляемся в подвал. Там попрет тонкое и кропотливое оформление. Ну, во-первых, что касается спиралей, я закладываю в углубление оранжевую подложку, на которую в дальнейшем накидаю градиент. Когда этот цвет подсохнет, поверх я растушую еще один. Тем самым создавая плавный переход от основания до кончиков рожек. Я хочу создать эффект, как будто внутри черепа что-то светится. Мы специально не стали делать никаких сквозных отверстий, зная, что этого эффекта можно будет добиться на этапе покраски. Пока во все углубления я накидываю абсолютно тот же самый оттенок, что уже использовал на рогах. По сравнению с прошлым тотемом, в новом каждый элемент обоснован и находится на своем месте не просто так. Тогда мы лепили все подряд. Бордатый мужик, африканская маска и вот это. Нам просто хотелось порезать, а вот что резать, нам было абсолютно пофигу. В этот раз все иначе. Помимо истории нашего канала, в составе присутствует череп, отсылающий нас к моему свежеприобретенному увлечению. Полгода назад я в первый раз попробовал самостоятельно обработать череп и в дальнейшем его закастомизировать. Как новичку мне было просто необходимо откуда-то получить базовые знания по этому вопросу. С этим мне очень помогла Маргарита Чайка, администратор группы «Токсидермия». Помимо информации, на своих ресурсах она освещала всю мою историю об оформлении черепа. Если не смотрели, то подсказочка вылезла вот. Так вот, хочу помочь ей в одной очень светлой инициативе. Короче, она где-то отыскала объявление о продаже черного ворона с мутацией альбина. Очень редкий экземпляр. И увидев, в каких условиях он содержится, и зная, насколько проблематичны альбиносы в плане своего здоровья, она решила в срочном порядке его выкупить. Для дальнейшего ухода и содержания. Птичка не дешевая. Продавец хочет за нее 100к. Рублей. В данный момент у нее такой суммы нет. И я предлагаю ей в этом помочь. Хотя бы подецла что-нибудь накидать, глядишь, соберем. Ссылку на подробный пост я оставил в описании. А за развитием этой истории следите в группе «Токсидермия». Всем неравнодушным заранее спасибо. Ну а у нас тут уже зубки пошли. Логично, что если рога синие, то и зубы можно сделать таким же цветом. Все это время Ксюшенька мне ассистировала. Она как раз занимается тем самым градиентом, о котором я уже говорил. Вторым цветом выбрали ярко-розовый. А такой ядреный он, потому что краска является филуарисцентной. То есть светится под ультрафиолетом. Ну и на солнышке, соответственно, тоже будет орать. Ну вот и я уже тут тоже закончил. Осталось затонировать лицевой бугор, ну или проще говоря, десна. Такой цвет во всем тотеме больше не встретится. Но он очень хорошо подходит под данную деталь. Пока крутил черепушку туда-сюда, запачкал рога. Надо уже подходить к чистовому варианту. И подбить все косички, выровнять все идеально, чтобы не доебаться. Вот. Я доволен выбранной палитрой. Контраст работает, оттенки приятные. А что касается свечения, я больше чем уверен, что под открытым небом весь флюр будет смотреться очень насыщенно. Я переживаю за щели. Вот как попадет туда влага, начнется вся эта петрушка с грибком и плесенью, поэтому загрунтовываем все как можно глубже. Тут не особо заметно. Я по засохшей краске еще шкуркой пробежался. Убрал все подтеки, откровенно мощные, и т.д. Ну вот мы и добрались до покраски самого столба. Надо перекрыть весь этот серый цвет. Тут довольно много рельефа, поэтому будем действовать аэрозолью. Только импровизация. Расчехляем все, что у нас осталось. Уверен, что уйдет сегодня немало. Работал я так. Первыми я брал банки, в которых больше всего краски, и начинал с них. Но сначала ввалил верхнюю часть синим. Дальше ведь пойдет чопик, а он синий. Вот будет четенькая стыковка. Работаем на улице, поэтому респиратор я не использую. Да и вообще как-то уже научился вовремя задерживать дыхание, чтобы не вдохнуть лишнего. Теперь заходим снизу. Там будут преобладать предпочтительно красные оттенки. На удивление, в этом спектре у меня оказалась самая широкая вариативность. Потому что красных тонов у нас много, и трипофобный элемент, в кавычках, тоже немаленький. Занимает честную одну третью всего столба. Что я сделал? Ну, сначала я хотел дать переход от темного к светлому. Начиная с центрального хребта. Это был мой первоначальный план. Мне показалось, что такой вариант нанесения будет самый выразительный. А так, вращать-то прям сразу и не получится. Надо было подождать, пока красочка подсохнет немного. И я переключился на центральную бобину. Будет зеленый. Ну, а чё, зеленый есть. И некуда его больше впихнуть-то нормально. Подходит. Мне нравится. Бобинка маленькая, да и зеленого кот наплакал. Поэтому так. Вот эта самая мощная щель располагается четко сзади тотема. По ней удобно ориентироваться и сводить к ней самые светлые тона нашего красного градиента. А потом я подумал, что получается хуйня какая-то. Весь светлый сзади, темный впереди. Определенно так я все не оставлю. Заливаю последний пробел. Это зона, где у нас рамы и тотем. Тут у меня пошел такой бледненький. Свинячий, поросячий цвет. Это только первые слои. По-любому на них надо будет что-то еще накидать. Дополнительную. Ну, а пока красочка сохнет, и я перевожу дух, хочу напомнить про новую функцию, которая недавно появилась у нас на канале. Спонсорство. Помимо того, что вы банально поддерживаете нас на плаву, также у вас появляется доступ к дополнительному материалу. Например, в этот раз я скомпилирую все то, что осталось за кадром, в отдельный ролик. И он в скором времени появится на канале, но будет доступен только спонсорам. Ничего сверхъестественного, так приятный бонус. Ссылку на эту опцию я оставил в описании. Вносим декоративную струю. В прямом смысле этого слова. Трейн удивляет. Ну и низ я немножко переиграл. Добавил немного хаотичных переходов. Думаю, так будет выглядеть поинтереснее. Но суть тут в чем? Весь этот цвет провалится на второй план. А вы думали, что я вот так все оставлю? Нет. Сейчас начинается самое интересное. С аэрозолью мы закончили. Настало время поработать акрилом. И особо внимательные зрители моего канала уже наверное догадались, при чем здесь губка. Несмотря на скудный набор банок, с тюбиками у меня полнейшее разнообразие. Для грядущей задачи я подобрал очень яркую палитру. Хочу оставить в тотеме все цвета радуги. И начнем с моего любимого салатового цвета. Вот таким вот образом надо закрасить выпуклые части. Последовательность мы все знаем с детства. Видно, что Рама не привык сидеть без дела. Ну а что поделаешь. Этот фрагмент я хочу сделать самостоятельно. В роли желтого у нас выступает золотой. Здесь он смотрится как нельзя кстати. Какие-то красочки редисцентные, с переливами. А какие-то простые. В общем все это смотрится мега ярко. На верхушке у нас располагаются синие тона. Ну короче как-то так. Разобравшись с этой задачей, приступаем к закрашиванию фигурок. Смотрим какие цвета в них будут смотреться уместно. И не мешкая вливаем их туда. Пока ребята занимаются этим, я хочу развести немного грязи на фоне. Чтобы смотрелось поинтереснее, а то как-то все однородно. Дабы избежать излишней пестроты, используем цвета, которые уже присутствуют в нашей радуне. Между бобинами хочу влепить тот самый флуоресцентно-розовый, который у нас на черепе. И чтобы он заиграл как надо, подготавливаю под него подходящую подложку. Было конечно тесновато, но хочется побыстрее уже со всем этим разобраться. Чтобы тотемчик появлялся плавно, разбиваем водичкой плотный закрас. А я вам полностью радугу-то так и не показал. Вот, пожалуйста. Она уже вся готова. Бомба. Не, круто. Удачно вписывается. Справляюсь, я справляюсь. Справляюсь, я справляюсь. Для полного кайфа добавляем дополнительные слои. Ненавижу пробелы. Ну а тем временем занимаюсь так называемой центральной кишкой. Все эти названия появились в процессе. И они, конечно, ебанутые, согласен. А этот момент мне напоминает маршмеллоу. Или бубльгум. Что-то вкусненькое. Единственный цвет камеры. Не совсем то, что хотелось бы, конечно. Жиденьким раствором придаем ему немножечко изюма. На следующий день запланировалась лакировка. И, как можно заметить, наша кишка превратилась в папоротник. Боже, у меня сейчас башка лопнет. Лачить в этом помещении категорически нельзя. Поэтому передислоцируемся в соседний гаражик. Делать это будем пуликом. И представьте, какой пиздец бы там творился. Вот она, красавчик. Нормально уперливо будет стоять как нужно. А здесь будут размещаться как раз-таки наши мелкие элементы. Нормально тебе вот если вот в такой дистанции я поставлю? Что я думаю, да? Тогда можно просто снять сначала. Слушаю. Снять начать. Может быть. Вы по очереди, конечно, на длину отдельно, потому что ты будешь дурить. Ну, вообще по очереди, да, наверное, сначала. Ну, тогда я предлагаю чопик на какую-то подставку положить. На какую-нибудь доску. И потом уже ее убрать. Ну, это, блядь, капитальная. Что-то маленькое нужно. Ну, блин, это слишком. О, точно. Но близко к полу тоже не надо. Он еще будет поднимать пылищу. Слушай, а если вы туда поставите вообще? Да. Тогда не дотянется этот провод. Не дотянется? Да вот здесь его все. Короче, тогда здесь чопик будет стоять. Ну, ты все, будешь вокруг него танцевать. А этот можно сюда. Ну, вот он, все. Ну, а сейчас будем замешивать лак. Этим лаком я покрывал топорища своего томогавка. Это очень надежный и очень глянцевый лак. Не знаю, насколько это, конечно, хорошо, но пока не увидишь результат, судить рановато. Для пулевизатора такая густота неприемлема. Разбавляем растворителем процентов на 20. 20. Нет? Да? Хорошо. Хорошо. Ну, все, полетели. Давай сейчас. Это компрессор Бузит. Не обращайте внимания. За один подход все качественно не укатаешь. Поэтому совершаем три подхода с промежутками в минут 20. Думаю, этого должно хватить. А вот здесь уже без респиратора никуда. Если, конечно, жить хочется. Для легких знакомство с таким составом крайне нежелательно. Прошло три дня. На банке написано 1-3 дня. Мы решили не торопиться. А вот полное высыхание заявлено через 4 недели. Прикиньте. Жесть. Но к этому времени он станет как камень. Этим вечером нам нужно полностью все собрать. Пожмай. Да, вот он где-то тут центр. Ну, вот, собственно, он такой вот мега глянцевый, весь отблескивает. Заебись. Тащили сейчас по дождю капельки. Формируется, ничего не проникает в древесину. Покрытие заебатое. Крепиться будет на стержень. Рамочка как раз под него отверстие делает. Но что-то оно у него туго идет. Все. Не буду, блядь, я работаю. Ну что ты, е-мое. Ой, перекалили. Ну это, скорее всего, и сверла такие сами по себе. Мы же покупаем пиздатые сверла. Рублей по 75. Набор. В роли стержня у нас черенок от метлы. Разумеется, клей, саморезы, все присутствует. Главное, чтобы башка крутиться вокруг своей осени начала. Красота. Конечно, как ножом по сердцу эти отверстия. Ну, надежность превыше всего. О, да, да, да. То, что надо. Мау, мау. Под прошлым видео в комментариях я спрашивал. Типа, у нас есть печеночный сосальщик. Как это чудо назовем. Юджин Сапп предложил назвать его бычий цепень. Нам зашло. Поэтому подходящий аксессуар сам напрашивается. Блатная коровка у нас получается. С цепочкой. Все. И будет вот так вот болтаться. Вот так вот. Ну, если что, подправим. Да? А что подправлять-то как? Ну, потом, когда его поставим, уже там это... По поводу поставить. Как бы без проблем. Да вот только на местности такие дожди хуярят. Я в жизни не видел, чтобы у нас так реку разливало. Ну, нихуя ж себе. Я такого еще не видел. Без лодки передвигаться просто невозможно. Не то, что с тотемом на плече. Володь, иди аккуратней. Палку бы взял какую-нибудь. Палку бы взял. Из всех щелей течет. Нормально. Я в резинах повыше. А ребята, конечно, свежеболотной воды напились. Да, это пиздец. Слышишь, Володь, там и не это самое, да? Ебать. А его перекусывание было просто, нет? А там дальше все залило. Там же низина, да? Там такое будет. Мы не перейдем? Бля, серьезно? Нет, мы, мне кажется, не перейдем. Ноги-то сводит. Ой, бля, вот это вот. Ноги-то сводит. Тут такого не было, я вот точно не помню. Я и тот затопил он. Ну, не сильно, конечно. Черкаши затекли, конечно. Блин, даже показать в полный рост его не получилось. От начала рогов. В гараже он не помещается. Не, ну ты смотри, откуда будет начинаться нога. Мы же вкопаем его до какого-то расстояния. Вот два с половиной. Вот два с половиной. Все эти форс-мажорные обстоятельства не оставляют нам выбора. Давайте так. Мы постараемся его в ближайшее время все-таки поставить и сразу же выпуливаю видосик. В нем, кстати, для вас будет кое-какой сюрприз. Этот видос и без того, на данный момент самый длинный на канале. Проделана большая работа. Надеюсь, что вам понравилось. А коли так, то лайчонкой не поскупитесь. Мы будем очень признательны. Напишите, кстати, в комментариях, как вам скинуха. Может быть, вы что-нибудь в нем изменили бы? Ну, а если у вас у самих есть что показать, то заливайте свои работы в группу. Мы все дружно посмотрим и заценим. В инстаграме буду держать вас в курсе свежих новостей. Но если не хотите следить, то просто щелкните колокольчик. Уведомление о новом ролике само к вам прилетит. Ну что, прощаемся. Давайте. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok